всем привет в сегодняшнем видео мы сделаем вот такую простую low poly монетку и выполним ее такое простейшее базовое текстурирование и так приступим создаем новую сцену удаляем куб добавляем в нашу сцену цилиндр увеличиваем беру timeline так сделаем количество сегментов 20 чтобы более low поле такое было теперь это окно нам полностью не нужно нажимаем на пустое пространство убираем это окно так теперь сжимаем наш цилиндр масштабируем scale по оси z z нажимаем наших клавиатурах сейчас еще разочек s z отлично увеличиваем переходим в режим редактирования edit mode выбираем режим ребер нажимаем shift alt для выделения вот ok сделаем вдавливание inset и теперь нам нужно чтобы центральный круг центральный face у нас вдавился с обоих сторон внутрь монетки не так чтобы он выдавился с одной стороны выдавливаясь с другой а чтобы с обоих сторон вдавился внутрь что для этого нужно нажимаем комбинацию клавиш сейчас надо выделить опять мне эти две два этих фейса нажимаем комбинацию клавиш е с z и с z много не будем делать пересмотрим с этой стороны у нас тоже вдавилась я сделал два раза и у меня теперь лишний полигона образовались на это можно сделать и за один раз но не велика беда в принципе суть вы поняли теперь хотелось бы добавить такую еще полибрик по периметру нажимаем control r цифру 2 чтобы у нас два ребра было им два раза нажимаем enter то есть первый раз enter у нас удовлетворяет количество ребер и второй раз enter нас удовлетворяет местоположение этих ребер теперь опять выделяю фейсы и я хочу приподнять слегка этот поребрик с зажатой клавишей shift выделяю все эти грани extrude e по оси z немножко много не надо enter в принципе то же самое теперь можно провернуть и с той стороны и хотелось бы добавить немножко изъянов нашей монетки выделяя вот эту грань а не грань а ребро контрол б то есть модификатор был два сегмента выделяем вот это ребро и вдавливаю его джи и можно еще парочку в принципе где-нибудь здесь control b вытягиваю выделяю вот это ребро клавишей джи чтобы мы могли двигать это ребро вдавливаю еще 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 кто-нибудь вот это control b вытягиваю выделяю центральная клавиши джи вдавливая с такими изъянчиками у нас получается монетка со сколами да и теперь мы хотим добавить в центральную часть нашей монеты какую-нибудь лидеру переходим в object mode добавить текст я добавлю типичный знак доллара для этого нам нужно перейти в edit mode чтобы отредактировать нашу запись backspace переходим в object mode и сейчас это у нас просто кривая это не mesh но чтобы нам работать с ним дальше нам нужно превратить конвертировать эту кривую в наш объект конверт наш вот видим да что у нас такая сетка образовалась скейл увеличиваем ее до нужного нам размера так и теперь переходим в edit mode и экструдируем экструдируем по оси z экструдируем по оси z объект object mode клавиша джи двигаем в центр нашей монетки и можно даже слегка еще чуть-чуть увеличить так смотрим что у нас получается получается вот такая монетка и теперь я бы хотел я бы хотел эту монетку о эту лидеру дублировать на вторую сторону монеты и развернуть ее клавиша комбинация shift d r вращение по оси y нажимаю и количество градусов 180 enter операция завершена то есть мы нажимаем еще раз повторюсь shift d затем сразу r y 180 enter все и клавиши джи двигаем по оси x чтобы она у нас не мотыляло я четко вправо и сдвинуть так смотрим сбоку вот вот она у нас с другой стороны четко стоит как надо вот и теперь мы выполним простенькая базовая текстурирование нашей монетки переходим в раздел shading добавляем new новый материал новый материал базовый цвет желтый вот такой или вот такой прям по золотистее да здесь очень мелко видно но 3 графа снизу металлик выводим его на сто процентов то есть это сто процентов металл зернистость можем немножко убрать чтобы было больше глянца и больше блестела сейчас он обработает нашу монетку но давайте вернемся назад сейчас у нас здесь три объекта две литеры и монетка надо все это дело все вместе это выделить три наших меша на вот этот правой клавишей join ну или control джей да и все у нас теперь это объединяется в один объект и здесь видим до что теперь у нас и литера и и монетка все вместе стало желтым иначе было бы желтым только то что мы выделили перед переходом в шейдинг да то что он только то с чем мы работали изначально только тот наш или объект начнем немножко надо поправить а уже не поправишь я уже все объединил данным с литер с можно было немножко вот сюда сдвинуть до чтобы края вот эти были одинаково от краев одинаково от краев монетки вот в принципе наша монетка готова